Раскопки Называется мультики Мне доводилось их на Тайском сфере археологии Руновский рюм Что ненавито так упитание и назывались Вот эти вот иллюстрации на лекциях мультики Не буду их комментировать Потому что когда просто распорождают такие расклады Вызмарнеются А так такие вот слайд шоу Это будет текало Починаем В 1977 годе Когда я пройду увидеть На Раскопке Было такое прогулочное надгоре И такие вот веселковые радужные перспективы Почти Привоза веселка Отбивается у звенья Территория Верхнего замка То есть Витебский ветергамент Там Зворовский замок И вот тут вот Уродим скверики Эмя Кушкина Раскопки и проработались Ратуши, музей На тот час ее ветергамент назвали А кто старожил, то и адрегата Вдохновенный воздух был Слав КПСС И находили плотные вещи Где-то по середине 80-е годы Вот такая была идея Далее Вид на территории Верхнего замка Витебска Йонжи Детинец Вид на Верхний замок Витебска Йонжи Детинец Где проводились Раскопки Наши И Календаром театра И тут вот У Скверика Далее наступим Вот на этой картинке Видать Где пришлись наши Раскопки Червоным Показаны Раскопки Зеленым Это Назирание Заземляными Будовничьими Работами Синим Это Шоуфы Вот Основная Троща Раскопа Где-то Под 800 квадратных Метров 77-й год 78-й 82-й год И Рекая Частка Это Было Музифицировано Вот Рупачьте На Верхнем Замке В 76-м Годе Деверички Работы Провела Вольны Николаевна Вилкова Тогда Был Будовничек Глава Мы его Вычерпали Узводился Корпус Проект Институт Радиотехничной Промысловости Министерства Обороны СССР И Она Зачистила Стенка Глава Склада Где-то 180 квадратных Метра В 77-м Сторожением Президим Академии Наук Совет Министров БССР Дады Волочил Додатковые Сроки Науку И Керунником Этих работ Дады Был Ткачев Михаил Александрович Вот Симу Колерам Наша Суместная Зима Работает Мои Работает И Под Трошечку Убилку И Дубинку Одразу Витальск И На этом Слайде Показаны Показаны Уже Уличба Ускрытая Выученная Площадь И Ликулы Материка И Трошечка На Делу Костя До Следующего Калитепска Видать Можете Супо Погласить На этом Слайде Показаны Початок Работы Витебска На Витебске В 1977 Я Проехал Я Провел В Бресте На Расковках Волосенко И Потом Приехали Витебск Тут Мы Стоим Размагаем Изважаем Потограф Витебскому музею Михаил Чмир Нас Террафовал Уличная Мостровая 17-го Саводья Она Есть На Планах Витебска Витебска 1664-го Она Там Нанесена Вот Чертеж Конечно Не Сучасная Вот Таким Разумением Думаю Садиться По Тому Молюду И Ширина И Колодеж Далее Молюду Были Так Доброе Памятное Витебска Волосенко Волосенко 16-го Века Волосенко 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 Один Коли мы ее вскрыли Почели вырубать Ищли По лестнице Дали Уже Открылось И Некольких Ярусов У Новгороде До 20 ярусов 8-х шесть-семь было таких будущих мостовых удалей. Вот показывали, как мы там вырубили уже окошью ярус и дошли до материка. И тут у Тхачёва возникла думка. Он романтик был такой, человек. Он говорит, Леон, а что нам заминает зарубитель музея Кубярестия? Ну, доброе, давайте зробим. Вот так вот народилась идея строения Игорьского и Игорячного музея на стол Брестского края. И вот будовники, какие-то ты вычерпали только плаван, и узвотили будынок московского проектного института радиотехнического православства, и прослали на Игорь Качёва вот такие листы. Извертаем увагу, как пишет человек с высшей технической адукацией, археологией и так прочее. Можете не издевляться тому, что у моих питания, так называется, буду университет для того, как себя выгладать. Студенты до 5-го курса условий археологии, 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 археологии. Что просит у этого человека Качёва? Вспомнить работу, дать мольчимости, то протягивать будовничьи работы. И так далее. Качёву отказывал. Мы сгодны предпринять свои работы на наступных условиях. И он показывает, какие уморы. Но самое главное, что тут по першиню обучено планируемый музейный комплекс древних лицов с 10-го и 17-го века. Документ. Далее. У Карсерии Курси, все нового, да? У Питингс прибывает такая представничья делегация. Довольно таких славутых, ведомых людей, поважаемых. Ну, во-первых, это вот Санкт-Качёву. В таких ботах. Пацаны, я не хочу. Вот. Далее. Васьян Петр Фёдорович, мой науковский равнин, заранчик сектора археологии, автором археологического комплекса в Бресте. И вот этот, Вихров, сын профессора Вихрова, який распорсовали метод консервации археологической равнины, який отживался в Новгороде, а либо спехово было ужито в нашем Бресте, в Рожеволичном комплекте в Бресте. Это её автор этих виноватных слов. Вот идут по краю раскопа. Внизу наши раскопки спешёл, видать, это взрывы. Далее спускаются на мостовую, предмогляют, обморковывают. Это, так само, из лигу консерваторов Борисов, який занимался распорсовкой консервации и у приёмной партии Мехельсона Валентина Васильевича. Человек это, який он далече ставился довольно добро до археологии, до нас и до наших работ с разумением. Но не всё, как для Рожевого, с разумением. До нас, по влаше, ставилися на той часы и сопрацовники Витебского обкома, на улочек Шабашов. Это уже потом. Увидшие часы, и другие люди уже стали, все по-другому. Это самые буйные раскопки за всю историчную археологию города Витебска и за всю археологичную историю Витебска. Площадь раскопок больше 600 кв. метров скрывается бутовничий ярус. Так мы называем одночасовый побутовый ярус. 13-14 столово, где как раз в период князья Герда первое, мы приехали в Витебск, и вздымался на замке в Витебске, и первое, на кони, про это никто сказать не может, но князь, конечно, хочет за все, что на кони. И вот, на виду, я вон на мою подзерку, и представилась такая картина. Не разборами Витебска, а тут стояли целые такие дома, такая была щитная забудована в Витебске. Этот крючок там стоит с планом, вот это я с фотоаппаратом, это юртишка. Ну и витебские школьники, витебские студенты. Там была полночная часть раскопа, это полночная часть раскопа, вот вы бачите у меня лак в Витебске, протягутые забудовы, там вот Ткачев, я, и наш еще суперационник был, лаборант Коля Дмитриев. Доруяные конструкции келья, которые вскрывались под час раскопы, они наносились на план. Это я вот на плане, наносились на конструкции, масштабе на двадцати. И вот показаны вот такие вот, чертеж, намесенных этих усих побудов, масштабе на двадцати, то уже у меня вот этого плана, ну где-то около трех метров, являетесь, сколько надо было это утромить. Спелка на двадцать лоскарабус, тоже на досочках, тоже на берегонон написано, вот тут в военном масштабе, и не в горовочной отзнаке стоять, вот для меня заглядя. Это для того, как надо быть дистанционной конструкцией. Это Ткачурук, Дядя Миша, Генбергию, Биоборончев Моцеланди. Так он забил прогресску ВААА. Это тут вот, зараз находится вот этот офис Мартынова, ранее это было сейчас управление, райком партии, до того, что школа Толмода и Торы, там вот Беснуширов сейчас вот находится, и тут вот трезану глубокий вид в этот фал, ну где-то миллион метров под семь, если не под восемь, там вот и артишкин стоит внизу, для масштаба, внутривальной конструкции, ткачок. Ну что Юнь зарабил не так, и он его порезал по диагонали, вот внутривальной конструкции, видать, но он вот по земле не мог бачить, так что родится. И там мы при реконструкции, можем еще свет потушить, и они тянут, вздымают, вздымают, да. Вот у него термолы ширине овала по 36 метров, как он строго перпендикулярный, их так резонуть было бы меньше. Вот у меня, радио раскопки, у меня термолы ширине овала в основе где-то 22-24 метров, равно 36. В этом слайде показаны, какие великие люди приезжали к нам на раскопки, на скоп. Вот на этом слайде мы бачим встанет секретарь, игроком Нихельсон Валентин Васильевич, космонавт Петр Клевук, секретарь Витебского окома Шабашов, научик, секретарь по идеологии, врачок, но этих двух людей мы не ведем, а чем от Оксана Свитовского окаркана. Это было мне дело в линии, 78-го года, равнице 8 равнице. Секретарь или муку можно будет послать по почте. Этот сделок, он будет приятно сделан. Навин. Голи задавить питание, кто проводил раскопки? Ну, я скажу, я Светка. Товарная накладная, оплата рабочей силы. В 78-м годе, школа номер 15, городе Витебского округа, директора Деватора. Так. У вас Федя Михайловна, директор, кто учился, может, с вас в 15-й школе, в Катином Европе. Жива еще Федя Михайловна? Нет, не знаю. А для памяти, чтобы ухудшить, да? Нет, она очень давно. То есть он... Устарожил в школе памятный памятный. Его оплата за работы 3547 рублей 56 копеек. В исчислении 78-го года. Это первая публикация о наших релизарных раскопках с Печевым. Вот. Измещенная в Витебским рабочим. А лишь то текало, что тут уже так само обучено в прессе об строительном музее. Вот. Будущего подземного археологического музея Старожитный Витебс 10-й, 17-й столоводья. Прочитали, да? Здравствуйте. В 14-го липня 1977-го года выходит закон по СССР об Ахове и Украинске памятнику истории культуры. Да? И в тот же час протягивается удовольничья работа на территории Зародного замка на Лединце Старожитного Витебска. На Ленинке. Ну, первенский на Ленин Новый Катар. Вот пока на Макашелке стоит. Это Поболь Зарачика делал археологу на 3 час. Для дома археолога Бобейка Татьяна Станислава. Ну, что я готова поднимать на руки. Вот стоит еще Макарафин, тогда шофер с автобазы Академии Науки. Экскаватор, чайка культуры на СССР. Да? Это где-то листопад и початок Снежья 78-го года. То есть бутовники работы свои протягивают, бутуют корпус этого института проявленного. Вот, познаете этот Сердечный Театр Ляньков, она тоже сейчас в горком партии. Фирма Мартынова Офис от обеда было сельхозуправлением. А вот этот вот навес Поведь зарядили над нашим мороскопом. Поведь мы очень далеко сельхозуправлением. Вот пробежали сюда. Вот этот навес нашим раскопом будет бутовник обошел. Это раскопки 79-го года. Потому что 79-го года протягивать раскопки там не было махчивости. Бутовля шла полным ходом. Кран подъемный по рейках ездил. Бутовничьи материалы лежали. И мы закнали аэроскопу там вот остатки фабрики Клары Цеткин. Канализация прошла тут вот. Кабель был КТБ. Первое, что мы сделали, разрубили кабель. Приезжает машина 1.5-1 выходит майор. Начинает гнать волну. Ткачев говорит покажите на плане что у вас вот кабель. А такой план показать не могут. Даже секрет. У вас потом школьники пробили канализацию на лыбине трех метров. Он говорит замдиректора театра и я его пробили канализацию говорит Ткачев скучно и лыбине межметодика от растянутой лесочки копали вот сколько было земли календаром театра и для масштаба ткачева стоит еще было тековое здоровение приезжали в родненькие студенты чтобы распорнулись в бикини и с носилками снизу Вшух, так, высокий землю высыпают и назад туда. Идет в некий местом и заболдонит. Ну, спочатку думал, что это некие глюки, мираж. Высказывает у купальника, землю выворачивает, и она скрывается, стоит и позирает. И он снова так же, высокий землю высыпает и изникает. Тогда он могнул рукой и пошел далее. Не думал, что он не сходил, глючит, далее. На речке в 80-м годе, после долгих переписок, это была резервная патротовщая работа. Вышла постанова с этом министром о строении в Витебском архитектурном музее. В вашей правительственной постановке прописывалась тому, что рабить. Академия новопроводит расхопки. В Витебском облаконтам возводит часовые новейства. Министерство культуры проводит консервацию. Распроцовка проектной документации подстационарной модели. Ну, выдается, что титок. Мы на вот такие планы сквали, на какие то, что рабить. Вот наш Роскоп 78-го года, город Жадыш-Машерова стоит, избираются еще ставить. И вот поэтапно провинные были ускрывать эту площадь. Затем была заменка, что вот эти инженерно-подземные коммуникации с обрыва теплотрассы, которые нам занимали рамить. Пять годов, когда и не больше, мы просили, чтобы это было. Так это все длительнику не закончилось. Мы не слили, потому мы и не могли працавать. И вот заявляется публикация в газете в Советской Белоруссии. В газете у Круглова на той час и на сегодня, как вы видите. И вот тут обучено Совет Министров Белорусской СССР принял постановление о создании Витебского автобусского музея в Дашвине окраинбуте районное озеро. И вот в 80-м годе. При конце червня, в начале лета, мы приезжаем в другую остановку Совмин, построение музея. Организация проводить рассылки. Мы не зряем такое ведомышко. Стоят бутовки, будовников, стоять вот это шкало, гармонтировать этот будинок. И вот этот вот весь будовичный шланг. Где тут рассылки проводить? Далее. Ну, спотребовался тыгни 2-3, как это я не прибрали, и мы на речне заклали свой раскопок. Неподалек от нашего торгового раскопника. Мы не бачили, где открытый навесом. А тут и дети платраса. Далее. Мы вздымали на вот кино. Недавно по Витебскому телебачену, может, тыгни 2-3 тому назад, вечернем Витебске, нам показали сюжеты об этих раскопках. Теперь мы закрачиваем ее в енке Знайстин. Забрали витебские мужчины Семен Яхнин и Александр Пайнов. Этот вот Александр Пайнов вздомает аккуратно этот фильм. Раскопки были 77, 78 и 82 моря. Наша задача, чтобы разносить листочки и перевести их в личбу. Далее. Вот было ускрыто раскопками 80-го года на глубине 34 метров, такая отходу до 16-го стабунда, какую требу было закрицировать, как и она вошла в будущий археологичный музей. Далее. Вот заявляется такая публикация в академической газете, где передалую науку назвать, дали пригоджение на немничея, 9-го студента, 81-го года и удовольствием по таким музеям и аппаратуре, что есть установка Салминова. Вот тут ваш тел. Далее. В 80-м году, когда мы приезжаем, далее проводят раскопки. Вот, альба поглядя, что с этим раскопом стало, где часовое поведение, которое повинен было заводить витебское блогу-конкам, мы взираем такую картину. Стоим Пёсмашяровым. Зато, что там Машярова стоит такой вот забор в старом предоказании, где был наш раскоп. Далее. А вот им раскопили вот что. Можно разводить постолобика. Короче, что я знаю, значит, этот раскоп вот им я не засыпали. Обиноватим, что мы его до такого стану довели. Но вот на этом раскопках 80-го года, когда мы бачили еще тут по кудову, не прикидывали там назад, правильно? Можно делать. О! Вот подчас этих раскопок ко мне подошел начальник Витебского грага Камхаза, седаренко Леонид Михайлович. Далее взял эту попытку, вопутывал, наступную фразу сказал, сакраментарная цитуля. То, что человек произошел от обезьяны, все знают. Ванша, жили плохо, а тебе хорошо. Тоже все знают. Тогда зачем твоя раскопка? И вот про то, что тут появились эти музеи, тогда нужно было расторвание в газете «Волоса Радзимы». Решила так само в 85-м год издаться, да? Показывали наши знаходки, раскопки. Но вот история вот этой публикации. В свой час был запиар еще на первых, когда уже музей функционировал, была та часовная память. Супросовник Витебского музея Гортишкин эту вот газетную вырезку, заробил на планшетку и повесил на той навес. Шла работница Витебского коммунпартии, у меня есть его проразвища, Тейдан Джейдан, и сказала, «Немедленно расснять неживолевшего путь для всякой националистической нечисти». Она не разумела, что газета «Волоса Радзимы» читалась и редактировалась в ПДП, потому что различно было она замерзжена. Международный конгресс Лавянской археологии Попы Леонид Давыдович, выступающий, это был в Киеве, я тут там был, как самая разновременная в Громадской спороточке створается такой музей и потом набраковал это в газете. Вот написано в Совете Министров, СССР, так, створение музея в Бресте, народ написал еще, кто это выполнил, и он его прозвища. И достаивался чести. Дальше. В 1982 год. Будовля уже закончена, институт функционирует, и мы знову вертаемся в этот канал и постановлю. Приезжаем в Витебск и назираем вот этот вот временный навес, часовый привет над расходом 1978 года. Мы ее сдымаем и назираем такие вот бреломки. Это не для Китая, где там было некое наваление, родные три-четыре тому назад на этот сунаме, когда все изместно. Это у Витебска. Вот такая вот картина памяти в детях у вроскопе, что под навесом нам творится. Дальше. Начинаем это вот разбирать. Далее. Вот працуют витебские студенты в мединституте, ветеринарных институте, основанных, гостмашеров, гостиницы Юрчевского, диланак. Далее. Вот уже белорус ее самозвал отвозить працаванный культурный слой и это интерьер. Наредим. Вот уже идет распроцовка культурного слоя в расчищании. Дальше. И вот какая была картина и он был пророженки с ног. Дальше. Теперь над ним узводим навес. Как вы взвесьте, навес у кульки было потрачено силу, потому что с ног пришлось обрабатывать с этим начальным медицинским газом с Игорем Леомидом Михайловичем и руку в ледино-экстричном минуле только чтобы научил и про обезьяны и про кепска житель. Мы поузводили навес местные хлопцы у вас в Витерс как называют мальцы восьм и воронинские студенты человека 4 приехала по-моему по челюсту начинали навес по-моему в середине конвертал архиве вот такие подушки робились со шпал на их устанавливались опори металличные дальше для того как дровлянные конструкции не пошкодились и оторвать отгуток культурного слоя по межиме такие вот бросочки сущастного пиломатериала дальше лага от попудовы чтобы оторвать его от культурного слоя то культурный слой уже блюдный она будет льнить вот культурный слой выбирали и под ним такие биломатериалы дальше вот навес вот навес уже таки готов можно стоить дальше вот как он сочетался с бюстом масштарова ну подается все нормально но кто-то мог подумать раптом это имитация партизанской землянки дальше вот что можно было убачить под навесом зашевший тут года невеличкая экспозиция вот выставленный посуд за археологичных раскопок 12-13-е столовая 17-е некоторые знаходки по себе не вернее не каштовные вот картина гостового Витебского мостока дворец Давидович Техер за археологическую конструкцию Витебска шильда такая свечила про то ли что это вот музей консервации археологического раскопа и замок Витебска вот кто тут было Витебска Академия науки Министерства культуры Витебска была Кан-Кан и все равно допустили помилку с того отдела написали ТВ1Д дальше в дно газетной публикации якея свечили про музей у Витебска и недель нибудь о самих известиях было написано и у Витебска на рабочем товарищ Станэ где будет археологический музей это уже Снежин 82-го года привозили дикари дальше проехал до нас принять работу публика не до выдачи загородчик археологичных отделов он довольно часто здесь приезжал втекался переживал и помогал как мог и первый директор 1-го археологичного музея Илья Тишкин создается музей в 183-м году в академичной газете информация расписана где мы окорабили да, видим а это журнал учетов посещения археологического раскопа и замок Витебска я бы после этого мне сказать что музей не функционировал то есть воду и поделались экскурсии и приезжали люди с Ворошилова Горада сегодня увидели где-то горячая пробка в Луганске дальше идем с Севастополя вот дальше идем из Казахстана и снова с Ворошилова Горада дальше идем вот такая была текавая речь наступна 70 так это и было 83 раскопки на той участке были неморчимые потому что работы по консервации не выполнились коммуникации не переносились и мы вырешили провести работы календаром театра тут почались играть милизарные будовничные работы упорушение всяких законодавств и закона обохове помников и Витебское замчищ эти городища прочим бралось по таковую державу починавшись с 57-го года и помнили республиканского значения и письма были в прокуратуру в Генеральную прокуратуру в СССР и в ЦК этим не меньше вот в 83-м году шли такие будовничьи работы родилось подземное кафе театральное и тут показаны экскаватор капали там внизу стоит И вот это подземное театральное кафе люди называли Мавзолей Кадака секретарь Витебского кома пратина а это уже 88 год вспомнили что актерам не мать и помыться треба своя доживая своя парная и подогнали вагутную технику такую замедженную эскаватор и начали крошить оборончий вал с хилл письмо в Генеральную прокуратуру но тут уже возымено действие работы были исправлены а не встоке они вычерпали да а а это не обрезается оборончий вал теперь были внутривальные конструкции у нас гостоводные готованы зарплатностью 1136-1140 год где обрабатывали значения в Москве когда сюда пришел Василий Святославович он в нем узел оборончий вал витебский детинец пошли и не подвлечь на кольки было потрачено кольки пошло древо кольки пошло земли грунту и час когда это все довольно подробно расписано и вот эти конструкции трошечку ниже были и подходили особые люди на это презирали говорили а этот давай на трамвай тут сейчас помню тут так само мерковалось сделать различный музей отголенование того музея особные есть переписки и планы это уже особая тема так само на целую годину а либо что все теперь ну теперь трошечку так бы знаходки показать как не склалось и уражение сутокерной ямы на вашем палате братцы серб тислов сакеров строк ножики нажмите юбилерный пинцет ключи розных часов с двенадцатого с того до шестнадцатого до шестнадцатого до шестнадцатого вот это таковая находка такая медная ботельничка билёй и кульска недель не готова кроме кубительского на ней поклали десять накладок видать для человека она была дорогой и тому десять разов я ремонтовал вот только бронзанят вот этот привазный коржского типа можно сустрять где-нибудь земных трусов бауз вот это много любят наши крыш таково 15-го с того типа пронзовы абсолютно аналогу домску есть библейские все это распятие ускоржевание тут после авиаколестия сошедствия духа на землево так дальше вырубить вырубить дерево вот такая уникальная находочка травминовоза для котеления абсолютно целенькая захоронность и значит пол колесо вот 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 гриб витебске где-то десятка два двадцать два или двадцать четыре саншита и штуки три-четыре вот с такими упражнения вот такой фантастичный живет витебске в основном у меня были зеленые поляра они состатались и синие желтые фиолетовые вот так конструкция как я тут наглядалю масштабико два сантиметра ярко синий хочу за все что византия византии такие бронзолитские подтярки розных часов такие знаходили на верхнем замке наслитные костяный русик и внизу показана реконструкция до вопротки надзорвался пять петелька вот соскоря в тяги влоси влоси по вернушке костяная семнадцатого стола там шарик скалеров металла газобалки дитятя вы так пишите их на моих лекциях вы видите они пишут я лекции Николе не писал потому что я его не могу напишу далее вырыл из брустына костяну патерка и просто колодочки брустына сверху того что брустына проснулся тут на месте кристалёвый горно-кристаль кузик пятнадцатого завидать на низу никому первым человеком вон 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 на печи кафельной. И написано «Первая проба КП». Это экзаменационный узор подмастерья. Тортиноскопия, отбитки пальцев. Тот, кто занимается палеографией по начертанию литра 17-го столбодия. Шахматные фигурки. Это 13-го столбодия, это 17-го столбодия. Шиферные праздницы с надписью «Марина». В Витерску была нужна Марина. Листок черниц. Вот в масштабе один миллиметр. Это, по-перше, съездка того, что ходили в лес по ягоде и по грибам. И вот конкретный проект. Вот у нас найдены семена малины. Листок праздновки культурного слоя, флотация слоя. А это вот листок черники. Был измороденный. Так вот, с участными методами можно сканировать и на это позирать. Это просто светка того, что не только вывесная бронз, но и высококонсервирующая способность культурного осложнения. Заховывают такие орачи. Череп – это не мамонта. Другие часы мне говорят, что это за жилёвок. И когда губенька Татьяна Станиславовна складала его без находок, она написала «Череп мелкого крызуна». Хочу взял и переправил. Череп мелкого грузина. На самой справе – это потюк, шея. Прозвучайная корабельная крыса. Наши потюки – она черная, но и раза в полтора меньше и за летом. Когда я показал специалистам в Институте зоологии и Академии наук, они сказали, что это – это звучайная корабельная крыса. В конец 13-го, в начале 14-го старуха. Другие времена на корабле проплыл. На кораблях она завсёдывалась. И Руксби, она нашла себе притумок на верхнем замке Витебска. Далее. Эта аппаратура, коли мне пытаются сказать археологию, это интересно. Я не веду, это интересно для меня, я веду, что это не тяжко. Это 1977 год, местопад месяц, в Витебске зима рано начинается. Вот, с раскопа, наносили витобный слой этого заяда, снега, хрома, носу. Семьдесят восемь год после дождя. В Витебске дожди бывают такие протяглые верхни. Вот сколько в аду раскопи налил, вот пришёл стоить. А это уже спёлка, двадцать восемь градусов, в бубинку поливают с лейки. Зачистка стены раскопа, глубина метров под сен. Я на лестницы принесли со дворовиц по волькому аппаратии, неэнергиченному протесту за ухозом, чтобы зачистить стенку и заплёть профиль. Как воду выносить из раскопа? Семьдесят девятый год. Вот такая вот манцужок, цепочка из школьников, бёдрами вечера. Вот тут, да, убивает воду. Восьмидесятый год, раскопок. Снова вода в раскопе. И вот так снова бёдрами будут вечера. Далее идём. В восемьдесят восьмой год. Только что зачистили этот вал. Ливень у Витебска. Снова всё обрынулось. Тут и кабель, и высоко, и на пробу, и бордюр лежит. Хорошо. Снова дождь, снова вода в раскопе. Дальше. Галина становится такая вот яская. За ребёнку копается. Этот ястоит в школьнике Витебске. Хорошо. Зима. Это уже 1993 год. Фирма Млатынова. Купила за бесценными этот домик. И заробила себе этот филиал офиса. Раскопки продолжились до самой зимы. Вот зароблена такая была. Проведь. Навес. Мы там проводили раскопки. А по руку мы были где-то под минус пятнадцать. Дальше. Посмотрите. А вот что было под тем навесом. Вот из рук, який заховался жном на восемь венком. Теперь тут у них стоит вот. Ну, сколько здесь для инферминар, где он на этом месте. Вот сосульки на стенах висят. Как же? Злойки. Сосульки становятся в раскопе. Да? Я познаю тебя. Дальше. Дальше. Валерий Курасов, Светлого Михаила, барон Чайевалов. Светлого Михаила. Валерий Курасов, Светлого Михаила. Затклый был период. На самом деле, в Путинском Михаила, в Дорожье, в основном с 12-го до початку 14-го ста-городяга. В Алышеве и Кулесянки не надо. Там не заховался. А в Витебске то виключно до 17-го ста-городяга. Далее. Широкий хронологический диапазон дает и даты по спилам, для даты, сделанных в Москве. Почему? Несли тут археологии. Начинающие где-то от конца 19-го ста-городяга до середины 17-го ста-городяга. с этим картином 3664 года, что там на Маливан, то на Мерскапана, и доказано по дендродатору не говорящей же про знаходки. Ну и сами знаходки дают мощимость реконструировать житет вентяблян. Ну, с докладностью можно сказать до одного дня, что темный опыт, что ее наносили, какая лопра, какие обуты, что ели, на чем ездили. Вот я люблю на такие темы написать, что делал опыт и публикации, но в чем могу бачить в интернете, вот по Витебску там, в Витебске часовой ряда описано трошечку, ну и вот где-то по часовой, если бы по газетах такое прошло. Вот конструкция на подставе раскопок, как выглядел 11-й домика в Витебску на початку 14-го столетия. Вот как выглядел в Витебске часу 13-го столетия. Фрагменты этой свиты были измойдены по часу раскопок, рукавицы, измойдены, обуты, измойдены. Вот, детали от этой шапки, от фрелянца, ну, вот, так само не есть, только мощимость реконструировать. Ну, и готовая вам реконструкция Вилера Турова, называют ее мастатской реконструкцией, потому что стопроцентовая историческая реконструкция, это не вообще мы зарабите, кем это не был специалистом. Вот, и тому, конечно, они тут невелички, где-то кто носил присутничая, но это абсолютно есть во всех реконструкциях, во всех городах, кто-то это вот не робил. Кому ее правильно называть историком астатской реконструкцией? Что изроблено? Ну, где-то больше, чем процентов на 50, когда и не больше трудности есть. Я говорю, эти итальянцы, навык, когда это неверно, то все-таки вот это придумано. Что было потом? На вес этот поступок, начиная приходить вот такие вот занепад, в догляду нема. Первое, что зарабилось, я отказал пальцевать тот насос и вычеркнул свой ресурс. Вода скапливалась под этим навесом в раскопе. Сам навес, я бачил, что идет под чернёли стены. Прогнулись. Дальше. Мы бачили, что было там под навесом до того ядки, что поток стало. Стены уже просунулись в середину, стоит вода в раскопе. Вода в раскопе. Хорошо делал. На реште приехал подставник с мистерством культуры и выписал такой акт о том, что все это разбирается. Гуравеца, Зайцева, Увейника, Гудновский. Дальше. Предписание. Вот. Афиген. Протокол поселения Координационного совета. Финус, Сванцин, Волгинский, Замбр, Клицинскую, Горреспо, Комна, Дэм, Кабло, Реставрация, Мороз, Акфитекта. подводят до того, что требуется на весах заправки это все засыпать. Там есть такая публикация для развития инфекции рабочая. Они пишут про то, что отсутствует эффективный метод технологии консервации. Это в том числе, когда в Бресте музей уже функционируют на один год. Там есть технология, тут нет технологии. На одной и той же территории. Приходит допустим, что это требуется разобрать и засыпать. Дальше. Вот им заявляется такая смелая публикация. Сергей Босковец в Ашлитовске. В лазете «Червонная изменность». Берегу «Негатив», где опубликовал фото. Фото разобранного навеса, то, что там утворилось, и описал это. И дальше идем. Потом, где-то в 1991-м году, еще и снова в СССР, то есть у них была такая идея фикс. Вот, вы знаете, вот эти вот бутылки сегодняшние. Проекты института. Пусть Машерова. А на том месте, где сегодня стоит офис Мартынова, попадает в обдон сельхозуправления, и в райком партии сельских. Вот. Это нарковалось и все вместе. И узвести вот такие вот маращостки, вот филизарный пудринок. А тут внизу изробить археологический музей. По самой справеднице Галякова музея бы не было. Мы просто получим бычера по рекламу, да и все на этом. К чему это не життевелось? Потому что на той час уже развалился Союз, и элементарно просто не нашлось осадку. Потому что это мерковало как бы родители Министерства баллона СССР. Союз развалился и на поле с этим отпало. Да. И вот как выглядит эта картина сегодня уже. Изнародный корабелит, тут некоторые были раскопки, там грязь, башни там. И вот теперь по этому нашему раскопку можно усмело пойти или до офиса Мартынова, и на офисе Мартынова, на офисе Кокарчинды, украинной городовой лепаратуре, что тут были аминографии работе. Так сюда. Изнаемая вам картина чёрный подарок Марьевича, который наводит на роздум. Дальше. И опочная публикация по скрипу древней Витебска. Под землёх написано тоже. Двадцати лет назад в Витебске мог быть археологическим музеем. Газета «Народное слово» автор Куртинька. Вот. Ну и туда смеется. Самая старая находка. Да. Самая старая находка на территорию верхнего замка Витебска. И можно письте в Огрюка в Бронзове, но это не означает, что у нас городы были в Бронзове, потому что ты не близкий в исходе, мне не рекомен. А самая незвучайная находка? Самая незвучайная, то я вам показывал через Пятого Атацюка, который был на территорию. Да. Пойди в музей можно задумать. Нет. У меня тут есть такие слова. Знается, я по дымку говорил, и сейчас опису на архе. Одновить музей археологичный можно, пока что еще живутые, кто до этого не обученен. Ну, в приватности я. Значит, у себя немножко есть. Али Марин, вот. Али Хибач, только друг. Али я говорю, один герой из романа «Фемингвейфы» и «Фиэстрафест», Марин, про это так само утихло. А то пока саме зрублены, а после этого поветро потрапило на них, после окно закопали, узян не заховались, альбо они заострюкнили там в ней? У тебя верно профессийное питание. Ты абсолютно правильно разогнаешь. Скоро тем, что когда археологичное дровнино находится в культурном слое, культурный слой вереводный. Археологичное дровнино и там законсервировано, поэтому доступа нема. Нема кислорода. Вот. А кислород, как ведома, окислитель, и он все разбурает в варанику, и железо, и скулу, и кость, и древо. Да? Мало того, проникают бактерии, и так само это и древо сжирает. Заводится гонебы, заводится микроорганизм. Когда древо это вскалитый, его требует, конечно, оперативно, чем все проценты, как минимум, хотя бы антисептикам, как не зовут, для всех бактерий. Как видно, за холодность, нужно открывать полиэтиленом, потому что там темным, как не было солнечных планов, взводить навес, а где оно больше не будет стоять, и проводить консервацию. Когда древо так вот, постоянно открытое, и оно нахопало, сидит в бактерии, тут и поникло по ветру, потом его засыпали, процесс разборения все равно идя. Так что, когда готов раздвадцать, это успеет, то там же ничего не будет. А калибр раз десять? Калибр раз десять. Это же фонтаны. Давайте, питание. Я что быстро скончу? Где вы еще проводили расход? Расход я проводил в Усу-Цику, 1985-86 год. Так само было вскрыто Дравляно-Запудово, это известно было с тем, что там возводили плода с культурой, возводился палац культуры, и измещал полную культуру. Пола замкнулась. Вот там были знодены, и выглядели зла, эти четыре шахматные фигуры, и тем блин, шахматный король. И расходки проводились у КПЛЕ, когда я прорывал в университете, проводилась археологическая практика. Он случайно пытался золото находить. Так вот там были первые расходки, где сопроводили Лазнодина выравнив золото, упражнение, и величка какая-то подвесочка, упражнение. А так материалы там были, как параскоп на руках были, там викингов были, следы есть. Узнаение такое. Находками музычных инструментов, там кажется, что у Витебского один и фрикот, когда изнашли эту ду... У Витебску знайдено, скоранный верх Валенки Дуды. В свой час был передателем у Витебского музея. Теперь я не могу его найти. А знаходка уникальная, конечно, потому что по письмовых корницах Владимир Кадыда готов на столовой с 15-го, а тут снова на пласту 13-го столовой, где, конечно, был публикат. У нас находок, где я дальше были первыми, мы увидели, что музейцы просто не могут найти. Это связано с тем, что довольно часто менялись люди, которые были причастны до захования тех коллекций. Кадры проходили, уходили, и оно не такое, это все пропагавали. Вообще официально, если Вы что-то находили, то Вы передавали это музею, да? У меня своего музея нет, это не начало. Это все отдавалось? Это непотребленные профессионалы, конечно, это не отдавалось им музею. А ты были знайдены, какие-либо вспомняты старожительные письменности, управанности старой белорусского письма? Вот только что ты бачил в 17-й столовой, где нащельник, перемычка, откафленная печень. Так, так, так. И написано первое импроба, как П. Некой лотинки, некой большизны, все. Все по-нашему. А больше ранний узор это вот шиферная траслица с надписи Марьнина. А на нижнем замке в Новокольном городе Витебска в свой час была знайдена траслица с надписи Бапина. И до того, что в Витебской переведочке была знайдена перестаная грамотка. Там перешива была высота. И еще знайдена и ральная костка, там литра А экспонуется в Витебском музее. Вот все, что связано с постоянством Витебска. Что-то тебе нужно пытаться знать. Завтра другая знайдена в этом годе. Горстану грамоту нашел по-перше, что нашел еще в свой час Алексеев, Мстиславов. И в этом году нашел Мстиславов. И я был в Мстиславове, я эту работу начал. за сколько видел? Ну, она настоящая, нет? А кто и будет подорвать? Ну, просто там вопросы какие-то изникали, что он на экспертизу не отдается. Ну, и я не думаю, что из них так же отдавать уже надо. Был в свой час у Витебска такой, когда теперь есть ягодишня. В 83-м годе нам так пошанцевало, что где-то десятка-два рыболовных грузил в Олениных не знаю, шли в одном месте. Да, явно было на кайсетке. Ну, это нам так это все сподобалось, что на завтра познакомиться на грузилы и с надписям для вона. Сейчас это все называется в шоке, да? Вот. Я так одразу усомнился, ну, не могло что в той час так называться именем. Ну, потом я сам признался, что он продрапал, но продрапал довольно профессионально. А Вы цикало скажите, коли промолвать в унике раскопок у Витебска и структуру в улиц, там на полном унишении обменности в Витебска и с тем же великим Новгородом, который доследован очень эмоционально, есть такие грунтовные отрозни. Грунтовных таких отрознений просто и быть не может, потому что отдельный пласт под названием старожительная русская культура, начиная от Киева до Новгорода, от Бреста и до Рязани. Материальная культура абсолютно идентична. Ты невеликий отрозник и ты сегодня можешь озирать на Полесье, на Подвинье, на Панемоне, на Поднепровье. Но когда подняться выше, то оно все это отдельный массив. Но когда больше сильно проглядаться, то ее сообразим, скажем, между Брестом и Витебским. В Домово-Будалництве в Витебску выкоррестовывались в нижних венках дубовые беремени где-то на 3-4, чтобы поднять от беретного грунта. Беремени больше толстейше, чем в Бресте. При точке на стенах где-то 16-18 см, то у Витебска 20 см, а то и до 22 см. Все-таки зима больше суровая. По меру живого в Витебску знаки больше, чем в Бресте. В 100 тысяче ширине улиц, 100-м один личный Брест, Товоротно и Витебск. Где-то метров 3, так может проехать лес. Дальше по работе колиза по скоронаме. Скоронаме обуток тоже черновики, в области орнаментов в основном геометричным неким орнаментом. В Витебске довольно богатые орнаменты, солярные, символные кветки. По колоровой гамме шлянию пронзалетов в Витебске Ману у имеют трогую творчество из зеленого кольори его подмешивая и надежда метод по мотивам. славян, потому что абсолютно аналогов я думаю больше. На остальных территориях больше дымануете выводи клетий, не гиба у всей страны. Вот эта вот обменность такая есть. Ну и архитектурная школа. Это Полоцкая. Но даже вылучшается особенно в виде Пскове, но потому что Калиниевская, она так вот называется. Углубь Черниевских местров. Про это работа в публикации трусов Олега Анатольевича. Вот эта кладка с блоков и чергования этой плинтвы, это вот длино у нас, вот эти углазы. Калиуди ваше монография? Я не скажу, что завтра или когда-нибудь выйдет. Хотя я не смотрю, как они смотрят. На Дуэй Викинговой установлении города Уверска. Ясно. Значит, тут знойдины грузила, такие глиняные, от вертикального гадского станка. Есть горизонтальные, это кроссные, больше позднейшие, так? А вот вертикальные, это больше ранние, 10-е, 11-е строго. Вот на нижней замке, в Тимолокольном городе, в Бубовеньке, такие глиняные грузила, знойдины десятка два. На верхнем замке Витебска знойдины одно такое глиняное грузило целенькое. Знойдины одно такое костяное грузило. Такие же аналогичные грузилы знаходят в Исборске, знаходят старые, такие, где несу меня на небескандинавский след. Находят на острове Шпицберге, находят на Веге. А они и где-нибудь в Литве. Это ухлыл выкинул. Я не думаю, что они с собой и без литых грузила. Когда они прибыли сюда, то они могли просто их выработать для кроссов. Значит, в некоторых часах они просто проживали. Уже нашли нещики в Клиническом музее. Ну, это подъемный материал, я не веду откуда он происходит, его просто нашли в фондах. А кто его приволок откуда, никто не скажет.